Девушки отдыхают Девушки отдыхают Короче, все тухлые яйца будут в одной корзине Ваша задача — размозить яйца О, да-да-да-да Кое-чего вы не знаете Поточней Сам Гитлер будет на премьере И как попасть на эту премьеру? Вы встретитесь с нашим агентом, она все устроит Лейтенант Эльдурейн Полагаю О, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ты тот самый охотник на евреев? Прямо бинго! Так говорится, прямо бинго? Лучше просто бинго. А чем именно ты зарабатываешь на жизнь? Джон Диллинджер. Я граблю банки. Серьезное заявление, если учесть, что мы только познакомились. Мне нравится бейсбол, кино, хорошая одежда, быстрые машины. И ты. Что еще хочешь узнать? Сегодня я объявляю преступность войну. Первую в истории Америки. Ваше задание – поймать Джона Диллинджера. Вам это по силам, агент Парвис? Безусловно, сэр. Мы преследуем закоренелых убийц. Поиграем в игру «Крутим ручку», господин президент. Это ваши деньги? Да. Мы пришли за банковскими деньгами, а не за вашими. Знаете, вся страна считает вас героем, черт возьми. Грабить банки становится все сложнее. Мы живем днем сегодняшним и не думаем, что будет завтра. А следовало бы. Джонни! Оденьтесь, мисс. Вас ждет ссылка. Куда? В Индиану. Зачем? Что я забыл в этой вашей Индиане? Джонни, а сколько вам надо времени, чтобы взять банк? Около минуты сорока секунд. Ровно. Так-так, а вот и тот, кто убил красавчика Флойда. Ты выйдешь из этой камеры лишь тогда, когда тебя поведут на казнь. Ну, это мы еще посмотрим. Джон Диллинджер подарил нам еще один шанс взять Джона Диллинджера. Он может быть где угодно. Куда ты? Куда пожелаю. Мы им не по зубам. Они не так сильные, не так умные и не так проворные. Я могу в любой момент взять любой банк. Им придется находиться во всех банках постоянно. Может, рванем отсюда вместе? Ну что, хочешь со мной? Да, хочу. Это вы баллотируетесь в Сенат, да? Ну да, это я. А вы планируете голосовать за меня? Мне плевать на политику, не видно? Дэвид! Мне пора. Простите. Кто это был? Не знаю. Давай-ка быстрее. Ты решила соревноваться со мной на колбуках? Где я? Мы те, кто следит, чтобы все шло по плану. Мы контролируем весь мир. От судьбы не убежишь, Дэвид. Ты заглянул за занавес, о котором не должен был и подозревать. Вот план твоей жизни, и мы сделаем все, чтобы он был исполнен. Утром в автобусе ты столкнулся с этой женщиной. Вы рассматривали мои ноги? Ваше платье меня обезоружило. А при чем здесь это? Ваш жизненный путь должен был быть скорректирован. Вы больше не должны были видеться. Если вы действительно ее любите, забудьте ее. Останетесь с ней. Погибнут не только ваши мечты. Но и ее тоже. Как бы вы ни пытались мне помешать, мне плевать, я не замся! Они пытаются сбежать. Что? Поверь, 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 поверь! Ты должна мне видеть. Хорошо. Это моя жизнь и мой выбор. И я выбираю ее. Но помните, мы вас предупреждали. Меняющая реальность. Журналист. Я не жду сочувствия. Без слов. Вычеркнуть. Как тебя звать? Натаниэль Антони Айрс-младший. И жизнь. У тебя всего две струны. Нелегко пришлось. Без смысла. Привет, это Стив Лопес из Лос-Анджелес Таймс. У вас учился некий Натаниэль Айрс? Он был самым отдаенным учеником из всех, кого я встречал. Я напишу о Натаниэле. Люди узнали, что ты играешь на двух струнах, и подумали, что, наверное, тебе пригодится инструмент получше. У меня денег нет. Это подарок. Что у него? Шизофрения. Ты летишь на этом самолете? Нет, я здесь стою. Я не всегда понимаю, что происходит. Он сам не понимает, что говорит. Не хочу брать на себя всю ответственность. О, да. Ответственности надо избегать, конечно. Он ненормальный, ему нужно лечиться. Вы хотите запереть меня в психушку? Натаниэль! Лекарства ему не помогли. Он держится на плаву только благодаря вам. Давай, ты сможешь. От режиссера фильмов «Искупление» Я встретил человека, от которого отвернулась удача. И гордость, и предубеждение. У него да. Я решил, что смогу ему помочь. Реальная история. Ты с ума сошел? Дженними Фокс. Меня поразило его мужество. Роберт Дауни-младший. Его смирение. Ты думаешь, я снова заиграю? И силы его таланта. Господи, да в жизни есть вещи помощнее! Стать его другом, значит, вновь обрести себя. Я его семья. Кроме меня у него никого нет. Мы друг о друге заботимся. Помогаем друг другу. Я его друг. Солист Скоро в кино. Строп, не молчи, ответь! Я не чувствую друг! Вставай, дружище, вставай! Привет, я Бек. Да, Кансон. Что делаешь в свободное от гор время? Разношу почту. Будешь первым почтальоном на Эвересте? Надеюсь. Ха, круто. Я знаю, опыта у всех собравшихся в избытке, иначе бы вас тут не было. Но Эверест – самое опасное место на Земле. Как погода? Отлично. Я так хочу быть рядом. В следующий раз пойдем все вместе, обещаю. Втроем. Твоя жена не против? Она за. С тех пор, как мы развелись. Доброе утро, люди! Сам мэр базового лагеря пожаловал. Присядь, расслабься. На высоте полета Боинга 747 наши тела, в буквальном смысле слова, начнут медленно умирать. Вопрос лишь в том, успеем ли мы покорить вершину и вернуться. Держи равновесие! Потерпи немного, приятель. Каких-то пара дней, и твое имя впишут в историю Эвереста. Балтер, прием! Роб, где ты? Я на вершине Эвереста, Хеллен! Роб, слышишь меня? На нас надвигается облачный фронт. Дело дрянь. О, нет! Там сейчас группа, а погода портится. У нас проблема. Кислород на исходе, так? Иди, Роб. Нет, я тебя не брошу. Пошли! Я не хочу умирать. Роб, послушай меня. Ты должен идти дальше. Нет! Если кто и сможет, то это ты. Люблю тебя. Эверест. Раз, два, три, четыре! Жизнь у Скотта Пеллегрима клевая. Скотт, сиди ты поближе. Так и вмазала бы тебе. Да. Погоди, что? Он рок-звезда. О, Господи! Бездельник. И сердцеед. А Скотт дома? Эм, ты знаешь, только что ушел. Правда? Да. Но одна загадочная девушка. Ты не знаешь девчонку вот с такими волосами? Да, это Рамона Флауэр. Она вроде сегодня сюда собиралась. Сделает и с него. Значит, у нас свидание, да? Я что, сказала свидание? С языка сорвалось. С языка? Бойца. Мистер Пеллегрим! Я первый злой бывший Рамоны. Стой. Мы деремся за Рамону? Ты что, не читал мой email, где я все объяснил? Я думал, это спам. М-м. Что это вообще было? Чтобы со мной встречаться, надо победить моих семерых злых бывших. У тебя семь злых бывших парней? Ну, просто семь злых бывших. Я с тобой разговариваю, Скотт Пеллегрим! И всех я должен победить? Ну, типа-то. Здоров. Как жутуха. А он ничего. В августе. Если она девушка твоей мечты, скажи об этом. Выйди на новый уровень, Скотт. Скажи слово на букву L. Лесбиянка? Другое слово на букву L. Лесбиянки? В любви, как на войне. Что ты творишь? Зарабатываю жизнь. Так сражайся. У каждого из нас есть прошлое. Мое прошлое не пытается каждые пять минут меня бляжить. В сиську кулаком? Готовься к смерти, шовинист. От режиссера убойной комедии типа «Крутые легавые». Хочешь сразиться со мной за нее? Интересно, зачем тебе это вообще нужно? За тем, что я ее люблю. Это мега круто. Скотт Пилигрим против всех. Бесишь ты меня, understand? В понедельник расскажешь уборщице. Что? От тебя останется горстка пыли. Через две секунды ты превратишься в пыль, а уборщица на пыль прибирает. И тебя приберет. С 19 августа. Идем в фриктирку. Я скажу, переложишь руль. У меня сил не хватит. Надо, чтобы хватило, Сэмми. Давай! Я взяла еще одну смену. Сэм на тебе. Давай договоримся. Я тебя тренирую каждый день до отъезда в Стэнфорд. Мечтаешь поскорее свалить? Я тебя не брошу никогда. И папа так говорил. Я не папа. Чарли? Это мой брат! Сэм! Чарли! Если хочешь, положи перчатку. Не могу. Чарли! Ты что-то поздно. Ты же обещал приходить. Я буду приходить. Обещаешь? Этот Санклауд? Да по нему психушка плачет. Эй! Нет, не надо. Выпей еще. В качестве водителя ты никому не нужен. Эй! Ты что делаешь? Смотрел твою яхту. Прости, если напугал. Чего мне пугать? Сегодня ты научишься бросать крученок. Раз. Два. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Эй! А можно тебя пригласить на ужин? Хорошо готовишь? Блестяще. Пиво или вино? Удиви меня. Удивлю. Это с ней ты стал зависать? Она тебе нравится. Я вижу, что девчонка тебе нравится. Я выхожу из Бостона. Потом пройду через... Через неделю я выхожу в море. Хочу, чтобы ты был со мной. Я не могу. Сэм! Сэм! Я чувствую, ты стал меня забывать. Нет. Зачем ты ее привел? Чем больше я с тобой, тем меньше я могу быть с ней. Ты должен жить. Жить нормальной жизнью. Даришься своему сердцу, Чарли Санклауда. Двойная жизнь Чарли Санклауда. Мы всегда будем братьями. Вам приходилось ощущать неподвластность происходящего? Я волнуюсь. Как твоя бессонница? Ты напугала меня во время нашего последнего разговора. Неужели забыла? Я никогда не сплю. Бывший муж называл меня ночным созданием. Не знала, что вы были замужем? Я много думала о нем в последнее время. А недавно он прислал свою книгу. Она полна насилия и грусти. И посвящена мне. Вы его любили? Я причинила ему много боли. И что дальше? Вопрос в том, насколько сильно ты жаждешь правосудия. Не делай этого. Потом пожалеешь. Мне очень хотелось быть той, за кого ты меня принимал. Это безумие. Вы совершаете большую ошибку. Он никогда не узнает. Любовь — чувство, с которым надо быть осторожным. Иначе рискуешь потерять навсегда. Убивать людишек так весело. Тебе стоит как-нибудь попробовать. Никому не позволено безнаказанно совершать подобное. Даже ей. Под покровом ночи. Можно ли скучать по месту, где никогда не был? Мечтать о женщине, которую никогда не видел? У тебя сохранились воспоминания о том, что было до зачистки? Помнить не наше дело. День 1-6-4-4. Башня 4-9. Это центр управления. Прекрасное утро, не правда ли? Это Джек Хартер. Я готов. Вы эффективная команда? Мы эффективная команда. 60 лет назад на Землю напали. Мы выиграли войну, но не смогли сохранить планету. Человечество покинуло Землю. Мы больше не могли называть это место нашим домом. Но остатки армии падальщиков все еще здесь, на поверхности. Я отвечаю за ремонт дронов-охотников. Мы команда зачистки. 1-6-6. Я на базе. О, Господи. У нас несанкционированное проникновение. Дроны сами справятся. Держите своего инженера подальше. Здесь люди. Я приказываю тебе вернуться в башню немедленно. Дроны расстреливают выживших. Прекратите огонь! Ты нарушаешь протокол. Джек. Скажи мне, что ты пытаешься вспомнить? Где она? Я следил за тобой, Джек. Они врали тебе. Пришло время узнать правду. Вика, нам надо уходить срочно. Я не могу тебя защитить. Вы все еще эффективная команда? Мы больше неэффективная команда. Ты не должен умирать, Джек. И она не должна. Ты должен узнать, что случилось. Кто ты? Закончи войну. Я не дам человечеству погибнуть. Это наш единственный шанс. Обливиан. Смотрите в кинотеатрах с 11 апреля. Это авокадо. Такое спелое и свежее. По пути сюда сменило 4 самолета. Равно как и другие продукты. Только так можно добраться в холодный Бэру на Аляске. Адам, что-то материальчик у тебя пошел слабоватый. А это что? Думаю, в Бэру есть еще одна отличная история. Это сплошной лед. Отсюда до океана он простирается на целых 5 миль. Три серых кита попали в ловушку. Они окружены льдом толщиной 15 сантиметров. У тебя в беде киты, а ты мне даже не позвонил. Я не позвонил, потому что ты им ничем не поможешь. Нет, всегда можно как-то помочь. Рэйчел, познакомься с Фредом и Уилмой. А это малыш. Бам-бам. Обещаю, мы вас спасем. Губернатор Хаскель, не могли бы вы направить туда ледоколы, чтобы он пробил лед вокруг киту? Вы что, шутите? С каждым потраченным в пустую часом надежды на спасение все меньше. Вода продолжает замерзать. Нам очень нужна поддержка губернатора. Но ему до нас, к сожалению, нет дела. Как же я ее ненавижу. Мы сделаем все, что в наших силах. И спасем этих бедняжек. Добила своего, да? Национальная гвардия проведет ледокольную баншу и доберется до ловушки. Да это проще простого. В Арктике просто не бывает. Это колоссальной сложности задача. Все усилия направлены на то, чтобы спасти киту. Когда в душе остается надежда. Температура резко понизилась. Нам не угнаться за льдом. Абсолютно весь город опустел. Ведь все, от мала до велика, самоотверженно помогают пробить путь к океану. Когда в сердце живет оплата. А где бам-бам? Что же он не всплывает? Может, он ранен? И не думай нырять, это слишком опасно. Когда одна цель объединяет всех. Единственный ледокол, находящийся поблизости, принадлежит русским. Мне не нужны русские на нашей Аляске. Тогда киты погибнут. Рождается настоящее чудо. Они хоть и большие, и сильные, но так похоже на нас. Им тоже бывает больно. Им тоже бывает страшно. Им тоже иногда нужна чья-то помощь. Все любят кито. Смотрите в кинотеатрах в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова